Друзья, всем привет, а сегодня я хочу пригласить вас посетить вместе со мной новое московское арт-пространство, дом культуры ГЭС-2. ГЭС-2 стал широко известен еще до своего открытия тем, что напротив него была установлена скульптура «Большая глина номер 4» швейцарского художника Урса Фишера, которая вызвала большой резонанс в обществе. Многие сравнивали ее с экскрементами. ГЭС-2, что переводится как «государственная электростанция», была введена в эксплуатацию 15 февраля 1907 года для снабжения энергией отдельных объектов столичной и городской инфраструктуры. Закрыта в 2006 году в связи с физическим и моральным износом, а в 2015 году продана с торгов инвестору для строительства дома культуры, который был открыт здесь 4 декабря 2021 года. Для посещения на входе необходимо предъявить бесплатный электронный билет, который можно предварительно получить на сайте, а также QR-код о вакцинации и паспорт. Далее спускаемся в гардероб. Здесь можно сдать верхнюю одежду, вешалки размещаются на специальной механической ленте, а рюкзаки и сумки необходимо убрать в камеру хранения самостоятельно. Помещение ГЭС-2 делится на определенные зоны, где проходят различные видеоинсталляции и выставки. Зона расположена на разных этажах, можно подняться как по лестнице, так и на лифте. Так выглядит вид на центральное пространство дома культуры. Свод выполнен из стекла, что по идее должно доставлять вовнутрь помещения много света. Предусмотрены места отдыха в виде амфитеатра. Есть небольшая библиотека с книгами и журналами. Часть пространства отдана под студийные декорации для различных видеопроектов. Есть залы для лекций и мастер-классов, а также детская комната. Магазин с сувенирами, много книг и значков, блокноты и плакаты с символикой ГЭС-2. Самое посещаемое место по традиции это кафе. Цены тут кусаются, но о другом я и не ожидал. Ну и пару слов хочу сказать о своих впечатлениях от увиденного. На данный момент посещение носит скорее ознакомительный характер. Многие зоны пространства еще не доступны. Если вы уже были в других московских арт-пространствах вроде гаража или винзавода, то особого вау-эффекта от посещения ГЭС-2 вы не испытаете. Но все равно считаю, что посетить ГЭС-2 хотя бы раз стоит, так как это еще одно новое пространство в городе, к тому же с бесплатным на данный момент посещением. Всем пока и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok